Как стать популярным в интернете? Есть прекрасная картинка на эту тему, как стать популярным блогером. Там есть два пути. Сначала стать блогером, потом стать популярным, либо сначала стать популярным, потом стать блогером. И в результате вы приходите к тому, что становитесь популярным блогером. Дело в том, что вообще во всей среде коммуникации стать популярным, Вроде бы есть определенные алгоритмы и есть ходы, которые с той или иной долей успешности вас приведут к этой цели. Но есть очень много странных вещей, которые невозможно предугадать, невозможно предсказать. Было прекрасное выступление на TED, одного из менеджеров YouTube, который как раз попытался проанализировать, какие из ютубовских роликов становятся вирусными, какие там захватывают типа Ясь или тот же самый Нянкет. То есть люди просто с ума сходят по тому или иному ролику. При этом можно даже постфактум выработать определенные критерии, которые делают тот или иной контент популярным, либо того или иного человека популярным. И этими критериями является удивление. То есть это что-то должно выбиваться за границы обычного. Это яркость, то есть уныло, серо и обычно оно не попадает, то есть такие вещи не становятся вирусными. И там должен быть какой-то герой, то есть какое-то действующее лицо. Просто так созерцательные и зарисовки, они вирусными не становятся. И вроде бы как бы простые правила, но это все можно проанализировать постфактум. То есть вы берете любой популярный вирусный ролик и видите, что там вот эти три признака присутствуют. Но предугадать, что ваш яркий, необычный ролик с героем станет вирусным практически невозможно. Поэтому каким образом поступают люди, которые на этом рынке работают? Они запускают разноформатные, достаточно большое количество роликов, статей, инфографик, постов. Типа 36 способов спастись от прокрастинации. И затем какой-то из этой массы, аудитория на него реагирует, и какой-то из этих постов становится вирусным. И дальше уже мы смотрим, из 50 один или два у нас пошли в народ. И мы их всячески на другую платформу перепостим. Потом изменим чуть-чуть внешний вид, переупакуем, сделаем в другом формате. Ну то есть смотрим, на что люди отреагировали, и затем начинаем эксплуатировать этот успешный текст, либо это успешное видео. Но, к сожалению, чаще всего, когда мы говорим про продвижение контента, люди говорят, вот у меня есть один ролик, я хочу, чтобы он стал популярным. К сожалению, вот такой гарантии дать вам никто не сможет. Или там, я уже снял, я хочу, чтобы оно было вирусным. Человеческий интерес, с одной стороны, достаточно предсказуем. Вот когда вы говорите про популярность и вирусность, людям нравится необычное, людям нравится удивляться и показывать. То есть когда расшариваешь этот ролик, ты своим друзьям пишешь, ты зырь какая штука, как необычно это, то, что ты сейчас увидишь. И вот тогда идет шаринг, тогда идет распространение по социальным сетям. Но искусственно эту эмоцию вызвать невозможно. То есть она должна закладываться уже на уровне сценария, на уровне режиссуры, если мы говорим про ролик, и на уровне структуры, на уровне самого содержания, если мы говорим о тексте, либо об инфографике. Когда мы говорим о популярности человека в интернете, здесь включается еще одна характеристика, это регулярность и предсказуемость. Вот вроде бы мы говорим про вирусность контента, что нужно удивлять, нужно быть непохожим. Поэтому те люди, которые стали известны через социальные сети, которые раскрутили свое имя через YouTube, через блоги, через Twitter, несмотря на то, что их взгляд, их подход, их ракурс и тип контента, который они постят, вот они как раз иногда были удивительны и необычны для аудитории, там есть еще один очень важный фактор. Человек становится популярным через определенный промежуток времени, и этот промежуток времени достаточно долг. То есть вы, допустим, каждую неделю в течение года должны публиковать что-то интересное для аудитории, либо в рамках какой-то тематической ниши, либо в рамках определенного формата. И вы должны постить это регулярно. Люди, когда не видят обновлений, когда они не сталкиваются с вашими новыми-новыми работами, они про вас очень быстро забывают, потому что вокруг переизбыток информации, и никто вот прям не сидит и не ждет. Ой, а когда же он новый ролик запустит? Если вы его запустили, то ваша аудитория, ваше сообщество, кто на вас подписан, они про это узнают, и затем, возможно, расшаривать это среди своих друзей. Но вот прям так, чтобы сидеть и ждать, ну когда же, когда же, к сожалению, такие времена прошли, есть масса других занятий, есть масса другого контента, который спокойно будет потреблен в то время, пока вы бездействуете. Поэтому настраивайтесь, если вы хотите раскрутить свой личный бренд через интернет, настраивайтесь на то, что, опять же, это достаточно долгосрочная стратегия. Вы должны продумать, где вы будете появляться, с каким контентом, чем вы будете удивлять свою аудиторию, кого вы хотите в качестве своих подписчиков, своих поклонников, пробовать узнавать, какие темы им интересны, и искать вот какие-то свои нестандартные подходы. Если вы творческий человек, то вот здесь тоже история про часто непредсказуемость того, что становится вирусным. Вы можете просто так записывать свои песни под гитару, можете, не знаю, там, пригласить младшую сестренку, которая будет у вас там на заднем плане на подтанцовках. Никто не знает, что из вашего творчества, что получит отклик у вашей аудитории. Но здесь очень важно, конечно, сказать, что сильно зависит от того языка, на котором вы общаетесь с аудиторией. Как только вы начинаете петь на английском, как только вы начинаете делать ролики на английском, или хотя бы писать вот описание, если у вас есть какие-то репортажные съемки, которые, вау, интересные, нестандартные кадры, хотя бы описание на английском делаете, вы получаете на порядок большую аудиторию, нежели если бы вы делали это на русском языке. Просто потому, что статистически англоязычная аудитория в социальных сетях гораздо больше. И даже тот самый 1%, 0,03% от этой аудитории, которую вы сможете захватить, это уже больше, чем вы можете там взять, допустим, когда постите на русском языке. Есть статистические вещи. Конечно, здесь английский язык спасает. Если вы можете работать на том рынке, если вам интересно захватить в том числе и тот рынок. Но если вы говорите только про русскоязычную аудиторию, и вы хотите стать популярным среди какой-то определенной целевой группы, то вам в первую очередь, конечно, надо понимать, чем вы можете эту свою целевую аудиторию удивить, каким нестандартным подходом, каким нестандартным форматом. Есть хитрый ход, который я сильно рекомендую тем людям, которые хотят в какой-то тематической сфере стать известными. Вы можете начать вести там условно видеоблог, либо аудиоподкаст, либо блог, который построен на интервью со спецами в той теме, в которой вы хотите разобраться. Я знаю несколько таких людей, которые начинали просто как, ну, кто был веб-разработчиком, кто был там просто блогером с 20 подписчиками, но как только они вот определились с этой тематической нишей и начали системно, допустим, там каждую неделю публиковать интервью с человеком, который спец в той тематике, которую они выбрали, то постепенно эта регулярность вызвала привыкание у тех людей, которые в эту тему погружены. Плюс в чем еще фишка таких интервью? В том, что вы как начинающий блогер, как начинающая медиаперсона, вы получаете под личиной интервью, вы получаете доступ к умам, ушам и головам тех людей, у которых вам стоило бы поучиться. То есть в этом смысле ведение такого тематического профессионального блога в формате интервью, оно идет и в пользу вашему развитию, и вот как раз на развитие вашего медиабрента в сети. То есть ищите свой формат, ищите свой подход, обязательно ищите свою тему. Не бывает популярных блогеров, которые все обо всем. Не бывает медиаперсон, которые абсолютно для всех-всех тем популярны, интересны и востребованы. То есть вам нужно найти какую-то небольшую нишу, в которой вам интересно, и о которой вы готовы будете рассказывать людям.